Энергичное вращение баллонником и спустя несколько секунд колесо отправляется на снятие шины. Такому бешеному темпу позавидуют даже механики в Формуле-1. Однако этим специалистам со всей страны не привыкать. Они собрались в краевой столице на первый в истории всероссийский шиномонтажный марафон. Организовали такой конкурс за месяц. Двое друзей из Барнаула и Новосибирска. В основу мероприятия легла старинная байка. По рыбацким легендам шиномонтажников двое мастеров могут переобуть 100 машин за одну рабочую смену. Так и возник вот этот спор, который мы притворили в жизни, чтобы опробовать это на практике. Возможно ли это? Конечно, сотню автомобилей обслужить невозможно даже теоретически. Поэтому ради эксперимента это число сократили до 40. Для проверки нашли десятки ненужных шин и 9 команд со всей России. Цель проста – переобувать машины, которые катаются по кругу. Притом, если сделать это неправильно, то судьи начислят штрафные минуты. Штрафы не даются только за направление резины, можно как хотите ставить. И получается, ну из такого прям колпачки, наверное, то есть нарушение. За все остальное штрафуется, то есть неправильно делаешь уже штраф. Все должно быть под технологиями, хотя бы не повредить веятель, например, это тоже важно. Кроме самих соревнований, на мероприятии проводили образовательный форум для механиков и владельцев СТО. Спикеры рассказывали про правильные расценки на услуги, работу с датчиками внутри колес и новое оборудование. По словам экспертов, Алтайский край в плане шиномонтажа – один из самых продвинутых регионов страны. Так как у нас компьютерные балансировочные станки есть чуть ли не в каждом автосервисе. Однако от ошибки оборудования или мастера никто не застрахован. Ну самый простой лайфхак – попросить его немножко изменить угловое положение колеса, то есть открутить немножко гайку, провернуть относительно вала, закрутить гайку и посмотреть, показания сходятся с предыдущими или нет. Производители оборудования допускают расхождение 5-10 грамм. Итог соревнований удивил. С переобувкой 40 машин за смену справились все команды. Первыми работу закончили участники из Кирова. Им понадобилось меньше 6 часов для выполнения задачи. А самая скоростная смена колес заняла приблизительно 7 минут. Это вдвое быстрее по сравнению с обычным шиномонтажом. Организаторы уже задумываются о таком марафоне в следующем году. Поэтому не исключено, что рекорд будет побит. Даню Кузнецов, день с толком.